Всем привет, друзья! Меня зовут Гарик Барулин, и сегодня мы с вами разберем один интересный гармонический оборот из саундтрека к фильму Hellboy. К сожалению, мы не сможем послушать композицию целиком, потому что неизбежно нарвемся на авторские права и остановимся на том фрагменте, который будем анализировать. Но ничего страшного, потому что полное воссоздание вы можете увидеть на моем бусте. Ссылка будет в описании и в шапке канала. Точно так же там будет доступен mp3-файл с данным рекреатом и миди-файл с полной гармонией данной композиции, которую вы можете себе скачать и использовать для каких-то своих наработок и экспериментов. А теперь слушаем. Ну что ж, все, кому интересно, прошу за мной. К слову сказать, данное произведение мы разбираем с одним из моих студентов по его непосредственной инициативе, потому что человеку стало интересно, за счет чего же достигается такое напряжение и драматизм. Итак, для начала предлагаю послушать гармонию, сыгранную на одном фортепиано. Поехали. Находимся мы в тональности ре минор и движение начинается с тонического трезвучия, ничего необычного. После него мы приходим в аккорд четвертой ступени, то есть в субдоминанту. Трезвучия соль минор, соль, си бемоль, ре. Здесь вернулись в тонику. Пока ничего необычного. А вот дальше уже начинаются интересности. Послушаем в связке. Вот здесь уже диссонансы и напряжение. За счет чего это происходит? Несложно заметить, что тут мы по-прежнему имеем дело с трезвучием ре минор, то есть с тоническим аккордом, ре, фа, ля. Но в басу появляется нота до. Откуда она берется? Технически это малая септима для нашего аккорда. Если мы сейчас достроим септаккорд, получится ре, фа, ля, до. Малый минорный септаккорд. Как известно, звучание септаккордов обладает определенной степенью диссонантности, и введением малой септимы в тоническое трезвучие мы нарушаем его устойчивость. А тот факт, что седьмая ступень добавляется в басу, делает это еще более явным. К тому же появление данной ноты можно рассматривать как намек на определенный функциональный сдвиг. То есть чисто теоретически здесь мог бы быть аккорд седьмой ступени. Давайте послушаем, как бы это прозвучало. Вроде неплохо, но слишком светло. Мажорное трезвучие здесь явно не кстати. Давайте вернем все как было. Послушаем еще раз. Вот это просто здорово! Мрак, печаль, тоска. Далее мы приходим в аккорд шестой ступени. Трезвучие си бемоль ре фа. Ну а дальше автор использует просто наикласснейший и наивкуснейший прием, который и обеспечивает всю кульминацию и надрыв. Мы приходим в доминанту, но через уменьшенное трезвучие, построенное на пониженной пятой ступени нашего лада. Послушаем, как это звучит. Просто улет. Собственно, ради этого и затевалось сегодняшнее видео. Еще раз, что у нас произошло? Мы находились на шестой ступени. Вот здесь по басу это хорошо прослеживается. И далее мы приходим в пониженную пятую нота ля бемоль. И от этой ноты, от ля бемоль, строим уменьшенное трезвучие, то есть две минорные терции подряд. Раз, два. И уже отсюда попадаем в мажорный аккорд, построенный на пятой ступени, то есть в гармоническую доминанту. Но дальше композитор не дает нам расслабиться и добавляет скорби и тяжести уже знакомым нам методом. Отправляет в бас седьмую ступень. Нота соль для аккорда ля мажор. Послушаем еще раз в связке. Отлично. Итак, подытожим, какие гармонические приемы позволяют нам добиться ощущения скорби и печали. Первое. Диссонантная седьмая ступень в басу. Второе. Использование уменьшенного трезвучия на пониженной пятой ступени перед доминантой. Просто вся суть трагедии. И еще. Обратите внимание на вот этот фрагмент. Раз, два, три, четыре. Постоянное движение баса вниз. Вообще, когда дело касается передачи какого-то такого меланхоличного настроения, вот такие нисходящие последовательности — это стопроцентно рабочий метод. И даже вот тут, когда мы по басу делаем шаг вверх, появление диссонантной септимы как бы его уравновешивает и говорит нам «Не-не-не, ребят, никакого хэппи-энда не будет, тут вон еще чего». С гармонией мы разобрались, но, говоря о передаче какого-то настроения, совершенно несправедливо будет не сказать пару слов о мелодии. И конкретно хотелось бы обратить внимание на обыгрывание того самого уменьшенного трезвучия, которое у нас так неожиданно появляется в аккордовой последовательности. Как мы видим, фраза в данной области строится на повторении одного и того же мотива, и это тоже очень хорошо позволяет подчеркнуть натянутое напряжение и тяжесть. А в целом, если обратить внимание, то мелодия очень простая, но это, конечно, уже тема для отдельного большого разговора. Итак, друзья, я напоминаю, что на моем бусте вас ждут дополнительные материалы к данному видео. Они находятся в абсолютно свободном доступе, поэтому не стесняемся, заходим, смотрим, слушаем, скачиваем. Ну а на сегодня наше очередное собрание любителей музыки объявляется закрытым. Я очень хочу искренне поблагодарить всех за внимание и, как обычно, желаю вам свежих творческих идей. Удачи! И пока! Увидимся!